Смотрим, как она выглядит. Мы закрепляем бомбарду. Она скользит по основной леске до вертлюжка. Далее следует длинный поводок, на конце которого мы закрепили небольшую джиголовку весом всего лишь 0,3 грамма с длинным крючком. На цевье этого крючка есть небольшой пластиковый прилив, который служит для удержания наживки. Что же будет служить ей? Я буду использовать специальных съедобных червячков. Этот червячок имитирует морского червя, не ереса, который является любимой пищей практически всех рыб. Нам будет достаточно примерно 4-сантиметрового кусочка. Его мы насадим на нашу джиголовку. Важно насадить его ровно, чтобы не было никаких перекрутов, перехлёстов, как обычного червяка. Вот так. Сдвигаем его на этот стопорок. Получаем вот такой вот монтаж. За счёт того, что джиголовка асимметрична, он не будет крутиться в воде. Приманка будет аккуратненько подаваться вслед за бомбардой, сохранять натяжение, что очень важно. И, соответственно, малейшую поклёвку, я надеюсь, мы с вами почувствуем и сможем поймать рыбу. Итак, всё готово. Давайте забрасывать. Ловля требует некоторой сноровки. Конечно, лучше использовать более длинные удилища, потому что забрасывать вот такие разнесённые оснастки, имеющие длинный поводок, коротеньким удилищем не очень удобно. Но вот сейчас в моих руках удочкой длиной около 2 метров 35 сантиметров. Этого достаточно. Хотя можно использовать и более длинные конструкции. Оснастку даже с 4-граммовой бомбарды можно закинуть метров на 35, и это уже достаточно для того, чтобы поймать эту рыбу. После заброса мы делаем лёгкую потяжку, выбираем слабину, и дальше либо медленно ведём с остановками, так как делают местные рыбаки, либо делаем какие-то коротенькие вот такие подбросики, анимируя и бомбарду, и джиголовку, которая идёт слез за ней. Смотрите, вот это и есть тавридка, черноморская тавридка. Очень красивая рыбка. Именно для ловли этой рыбы японцы придумывают так много всего. Это специальное ставридячее удилище, бомбарды для ловли тавриды, головки для ловли тавриды. Ну и, в общем-то, вот он, закономерный результат. Вместо саргана это утро мы начали с тавриды. Почему нет? Это тоже популярный объект ловли для местных сочинских и не только рокфишеров. Красивая рыбка и очень вкусная жареная. Просто невероятная. Маленький тунец такой, смотрите. Самое главное, что это рывковые бомбарды позволяют варьировать и горизонт ловли. Можно немножко заглубить её и ловить около дна. Можно вести совершенно по-разному. Использовать разные приманки для того, чтобы иметь возможность поймать практически всех обитателей Чёрного моря. Редкие поклёвки так жаль терять. Лёгенький тычочек и всё. Без продолжения. Сарган просто прикусывает её. То есть при такой рывковой проводке приманка немножко подрыскивает. Сильно заводит саргана. Он её кусает каким-то образом. Просто атакует довольно агрессивно. Но не заглатывает почему-то. Оп. Вот сейчас опять был прижим такой, лёгенький. И без продолжения. Когда ведёшь равномерно, вроде бы у него больше шансов заглотить её, но поклёвки бывают нечасто. А при рывковой подаче поклёвки часто, но без результата. Нужно найти правильный баланс проводки, чтобы ловить эту красивую и интересную рыбу. Взяв с собой лёгкую рокфишинговую снасть и небольшую коробочку с искусственными приманками, вы откроете для себя новый вид активного отдыха на черноморском побережье города Сочи. Сарган или Ставрида, а может кто и другой из отряда окунёвых или пелагических рыб, непременно откликнется на ваши многочисленные забросы. Главное, не проспать поклёвку и не слишком торопиться с подсечкой. При атаке саргана это особенно важно. Не пойму, что это такое. То ли поймал кого-то, кажется, это сарганчик. Или нет? Или просто чью-то верёвку подцепил? Нет, сарганчик. Это сарганчик. Причём сарган, что интересно, из-за строения своей пасти иногда промакивается. Это случается очень-очень часто. И приманка застревает у него где-то снаружи. Или в районе челюсти, или в районе головы, вот как сейчас получилось. Ну что ж, вот он, наш интересный обитатель зимнего Сочи, ради которого, собственно, мы сюда и приехали. Поймав несколько рыбок, получаешь колоссальное удовольствие, даже просто от самого процесса. Не могу сказать, что это супер-трофейная рыбалка, и что здесь можно наловить огромное количество саргана. Вовсе нет. Рыба эта сложна, хитра, но поверьте, зимний рокфишинг здесь, в Сочи, может быть потрясающим. На самом деле, ловля саргана – это очень увлекательное занятие. Просто уж так получается, что приезжая сюда буквально на день, не всегда удаётся сразу найти эту рыбу. Но я знаю точно, что местные рыбаки иногда находят целое скопление этой рыбы и могут поймать и 20, и 30 этих великолепных рыбёшек за день. Это всё очень интересно и весьма продуктивно. Это при том, что ты поймал 20 рыбок, у тебя было 50 поклёвок, из которых ты смог реализовать 20. Это весьма неплохой результат, который заставляет выделяться адреналин в кровь и, в общем, здорово разнообразить рыболовную практику. Поэтому, конечно, зимнему рокфишингу быть. И если вдруг вы окажетесь в Сочи зимой, поверьте, здесь есть чем заняться с пневмонистой. Практически сразу была поклёвка. Мне кажется, либо это крупная ставрида, либо даже не знаю кто. Практически на самом выбросе, на третьем или четвёртом подрыве почувствовал мощную поклёвку. И вот рыба на крючке. Аккуратное вываживание. Здесь не нужно форсировать, если это ставрида, у неё очень тонкие губы. И чтобы рыба не сошла, нужно, чтобы вся снасть работала очень нежно. Около берега рыба даёт последний бой. Нет, это сарган. Опа! Вот он, красивый, длинный. И вот, кажется, сейчас он уже клюнул нормально, полноценно пастью забрал тройник. Поэтому и поклёвок было две. Он пытался прикусывать, атаковал. Сейчас я возьму его щипцами. Ну-ка. Оп. Вот он. Класс! Я доволен. И смотрите, как интересно, он попался не тройником, а на ассист. Прикусывал отдельно ассист. Вот этот крючочек на верёвочке, который, собственно, и залетел ему в пасть. Очень надеюсь, друзья, что этот увлекательный мир зимнего рокфишинга позволит вам, приехав в Сочи в декабре, в январе или феврале, не только заняться какой-то спортивной активностью, покататься на лыжах или просто погулять в этом замечательном курортном городе, но и поймать своих первых черноморских рыбёшек. Что ж, я прощаюсь с вами. Меня зовут Андрей Спарков. Вы смотрели передачу «Рыбалка без границ», а мне пора куда-нибудь ещё. Там-то мы с вами встретимся на рыбалке в очередном нашем рыболовном путешествии. Всем хорошего пьёва, удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!